Комфортной городской среде быть. Такую цель поставили перед собой областные власти. В спорткомплексе Олимпия развернулась межрегиональная выставка строительства и жилищно-коммунальное хозяйство, где крупные энергетические, архитектурно-строительные и дорожные компании презентовали свои разработки. Самое главное новшество и самый главный конек этой выставки это реализация приоритетного проекта создания комфортной городской среды. Мы создали несколько тематических зон. У нас есть элементы благоустройства, зеленые зоны, лавочки, игровые площадки. Люди все это могут посмотреть своими руками, потрогать. Особое место занимает стенд столичного консалтингового бюро «Стрелка». По заказу Ивановской администрации компания разработала проекты благоустройства пяти общественных пространств города. В их числе парк Степаново, бульвар Какуй, Шереметьевский проспект, площадь Пушкина и набережная Уводи. Панораму обновленных территорий любой желающий мог увидеть через очки виртуальной реальности. Замыслы архитекторов поистине грандиозные. Наша цель на этой выставке – показать ивановцам, жителям города, о том, каким их город может быть в будущем. О том, какой комфортной средой они могут пользоваться в ближайшее время. О том, что центр города может быть доступным для пешеходов. О том, что это может быть комфортная пешеходная среда с местами отдыха, с местами различного отдыха, активного, тихого. Начальники профильных департаментов, представители архитектурного бюро и глава города обсудили проекты благоустройства. В приоритете – переход на качественный новый уровень в формировании городской среды. Создать в Иванове парке и пешеходные зоны столичного масштаба вряд ли удастся. Но выйти на уровень соседних регионов вполне реально. Мы благоустройство иногда рассматриваем просто как газов, лавочка и так далее. Ну, то, что людям на самом деле уже не очень интересно. И люди, побывав за границей, в столицах, даже в том же Ярославле, они видят разницу, которая наблюдается между теми же городами, которые я перечислил, странными, и городом Иваново. Не оставили на выставке без внимания и традиционные отрасли. В этом году студенты Энергоуниверситета предложили применить инновации в сфере ЖКХ, которые позволят повысить эффективность системы теплоснабжения, а следовательно понизить стоимость коммунальных услуг. В этом году, например, мы представляем тепловой пункт. То есть у нас традиционно применяются так называемые открытые системы теплоснабжения с использованием элеваторов, а мы предлагаем применить новые наши разработки. То есть и тепловой пункт очень повысит эффективность теплоснабжения, сэкономит достаточно большое количество тепловой энергии. Теперь главная задача представленной проекты – притворить в жизнь. Финансовую помощь в благоустройстве городу предоставит федеральный бюджет в рамках госпрограммы. На реализацию проектов у властей есть пять лет. Первые плоды будут уже в этом году. На очереди облагораживание территории в сквере мастеров у цирка. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.